привет друзья ищем его канала просто зрителям наконец-то 8 полном разгаре был вчера на рыбалке россии это лед у нас уже зима придется балки будут ближайшее время покажу все расскажу как было экстрима экстрима была выше крыши интересная бабочка была поймали карасящих рыбы хорошо поймали но сегодня речь не при этом эти друзья никогда не ничему никого не учил просто показывал как я делаю рыбу салютом посуда варю сегодня именно будет образовательный скажем так ролик смотрю как жарят люди карасей небольших сазанчиков карпиков там небольшой вот именно до килограмма лещи ну это подлещи килограмма подлещи согласен небольшую костлявую рыбу до килограмма и начинают ее жарить кто-то шинкует нужен будет неправильно кто-то не шинкует утверждая что можно что-то разобрать и костей не будет это тоже неправильно я вам покажу сейчас как правильно во-первых его почистить во вторых как правильно его пошинковать так чтобы в нем не было реально не было костей уверен на сто процентов найдется на десяток другой комментаторов которые скажут что не самые умные и все это неправильно и кости все равно останутся друзья подписывайтесь на канал ближайшей там неделю сделаю видео и докажу вам то что косточки в карасе перегорали я придумал как это сделать маленький парашек уже закуплены покажу на примере все расскажу и те кто будут писать гадости про то что кости никуда не денутся там останутся вы не знаете вы короче вы просто извинитесь на нет скорее всего короче дайте караси свежие абсолютно чистится очень легко рыба не заморожена просто это снег снежная крошка у нас уже всюду из-под ряда и трубы максимально удобно почистить чтобы не все почешу я не летела по всей кухне вас возьмем нальем тазик воды опустим в него карася друзья это проходит только со свежей рыбой рыба абсолютно свежая их по голове маленькой стукну чтобы они не шевелились то некоторые шахтируются рыба свежа слизи много потому что уже все зима холод она готовится к спячке еще чуть-чуть и можно будет поймать слышать карасей зимой уже и можно будет приготовить поикутскому это бы другое видео смотрите пускай берем обыкновенную ложку опускаем его в воду и очень просто очень гонечко со свежей рыбы чушьи я отходит я преподавал что было видно просто ложка как бы загнутая вовнутрь и чешей не разлетается собирается ложки а вода не дает там то что есть какая-то чешуйкой выскочит она не будет у вас лететь по всей кухне вот такой простой лайфхак он работает пользуйтесь на здоровье можете сказать спасибо комментариях смотрите все всех не буду показывать на 1 на одном примере покажу вам все очень просто ложку держу чуть небольшим углом и защищаем все чешуя у нас идет в воду про чешую друзья если вам интересно напишите в комментариях я вам покажу что можно приготовить из чешуи чешуя карасей она съедобна об этом мало кто знает но это так ее можно готовить и не только она холодится найдет но еще есть способы во всяком случае я знаю три способа приготовить чешую первое заливное и еще парочка это интересно конечно также смотрите после того как вы сняли всю чешую без проблем все еще по кухне для тела кара чистый вот здесь на груди у карася есть такая как броня очень плотно вы ее ножом не чистите это делать очень просто вот я полнички начинаются вот эти грудные ножом лезвие под 40 градусов чик поддели чуть-чуть подрезали и просто оторвали все вот эта штука в зубах не застрянет ноги отрезают голову рыбе я карасям голову никогда не отрезаю я люблю там поковыряться город голове карася есть что погрызть это самый сыну самый смак перышки тем более не обрезаются карася они поджаристые хрустящие кто понимает меня поддержит все рыбка подготовлена тебя друзья стойму почти точно так же ну чешую я оставлю наверное и покажу что с ней будем делать следующем видео осенний карась самый вкусный он сейчас на зиму наелся он жирный он хороший так сейчас я почищу всех а чешуи и потом покажу как буду разделывать его для того что ухо я хочу сделать их фаршированными разрезаться будет вот так по брюшку него так как бы логично было да а вот так объясню почему сейчас одну минутку ну друзья красиво чищены помыты почищены чешуи жабры убрал жабры горьки их не едят у карася вообще жабры съедобные полоситровых знаете это а то некоторые тут эксперты игра что жабры у него ну либо не едят нет это неправильно о ситровых жабры деликатеса ухо с них отличная получила на 30 темы дальше к тебе карасей открываем скрываем пациента режем его не по вдоль как бы логично не казалось да а вот так подняв полничок и вот здесь вдоль брюшка ведь разрезали шоколадка уже почти созревшие вот это вот печень она сейчас у карася напитана жиром он зимой не питается вот это белое кишочки а вот это вот розовенька это печень и и едят ну про и карасей по-якутски видео будет чуть чуть попозже я объясню почему как и вообще что почем вот это называется у северных народов шоколадка ну так просто хочу разбить так на крыль в этом нету но есть воздушный пузырь вкуснейшая штука жареном виде никогда их не выбрасывайте не у карасей не у лещей не ваку рыбы там карпов сазанов плавательный воздушный пузырь это деликатес так ну все карась вы потрошен почищен найти сейчас покажу поднимаем этот полничок рыбу кладь положим пузиком себе поднимаем плавничок и вот просто от шеи города сделаем надрез зачем мне пошли чуть позже когда будем уже жарить рыбу для чего это делать опять карась без икры чего-то одни самцы так взял тут я думаю что понятно этикул кармашка получается на форшивую ну вот так вот и и прикроем брюшка и у нас начинка не будут вываливать сердце здесь все дочищу и мы продолжим рыбу надо будет после того как мы выпотрошили естественно помыть так друзья россии выпотрошенные часы их помою вернемся к печенке к наши до воздушные пузыри печень вот берем печень карася вот эту и убираем отсюда кишечник еще рановато и жарить целиком потому что кишечник еще нет совсем у них как бы атрофированный убираем белые штучки вот эти это не черви это кишечник и печенку кидаем воздушным пузырям чуть-чуть мы смешаем сейчас рис сварим и сделаем вкусную начинку печень очень жирная очень вкусная ухе по-китайски и скорость а печень это вообще бомба дает очень интересный уха получается такая сливочно-белая это уже с него видео покажу вот такая вот вкусняшка это печенка карасе едят только зимой с печенкой летом у них вот эти все кишочки беленькие они все полны каках и летом карася целиком не готовят печень у него там маленькая все уходит напрямую как скажем а летом все это дело откладывается жир в виде жира в печени он заготавливает запасает на зиму запасы чтобы зимой потому что карась не питается и поэтому якуты и другие северные народы зимнего карася жарят целиком прям с этой печенью и варят соответственно и и обухи там и так далее она достаточно не тут много не надо так чуть-чуть набрал еще ранова карась еще не совсем совсем зимний сейчас рыбу помой все рыба очищена помыта переходим самому скажем так главному сложному этапу ну как сложный он очень простой но просто многие его не пренебрегают и потом жалко что вашего не получилось друзья делайте все вот как я показываю и будет все отлично берем рыбу как это умираем кто-то там специалисты лечат про то что тут под определенным углом надо что-то резать ну что косточки идут вот так до минут от голодых хвосту урезать не надо там типа вот так вот просто выложим рыбу давайте вам приближу максимально тут скорее важно правильная шинковка что это такое берем рыбу уложим и от хвостика начиная ходить самое большое количество хвост костей и также они пошли в спинке вот здесь в ребрышки они как бы беспроблемные и начинаем шинковать нужен острый нож прорезаем до позвоночника максимально мелко ширина вот этих вот надрезов один миллиметр если сможете сделать мельче будет еще лучше друзья вот это вот правильная шинковка залог вашего успеха карась будет лечь сазанчик небольшой там карпик без костей на сто процентов все косточки сгорят их не будет они растворятся очень вкусная рыба многие их не едят потому что не умеют их готовить ну и зря есть люди которые по кайфу там костях поковыряться ребята это другая уже история и таких людей тоже знаю ну я не из них числа мне нравится кушать рыбу когда мне нет костей ребенок у меня есть к россии ложка из двух лет да вы не слышали с ложкой на скребает просто еще есть вот правильная шинковка видите максимально тоненькие пластинки и разрезано до позвоночника не прорежете косточку да у вас будет косточка останется никуда на не денется пальцы прижимаем вот так нож по пальцам видите насколько все просто не все тут камера мешает я тут снимаю меня в это времени маленько больше уходит чем обычно вот правильно шинкованный карась здесь костей не будет как делают блин 90 процентов специалистов возрастом илья исаакович очень уважаемый мой человек делал гарасеек сметане а так вот так вот так вот так красивыми ромник или нарезал карася что он сделал вид что и кости идут вдоль вот такие вот и он одну большой кость сделала с дьетом десяток маленьких это неправильно вы этим подавитесь это просто опасно есть такую рыбу лучше вообще не шинковать чем вот так красиво да но это есть просто нельзя очень опасно маконькие такие косточки нам попьется в горло и в желудок вткнется не дай бог обломов блогер специалист приготовления пищи шинкует вот так по сантиметру по 5 миллиметров делает надрезы что он делает две-три кости разрезает вот на 5 миллиметровую косточку мы что никто не проезжается шинковать нужно миллиметр максимум и до позвоночника обязательно сейчас мы поджарим рыбу я вам покажу делайте все правильно и можно смело давать такую рыбу детям карась очень вкусный и полезная рыба жирные все очень просто реальном времени сколько это заняло 20 секунд от силы сейчас остальные сделают то же самое и будем их солить друзья все рыба пошинковано заняло это буквально три минуты на четыре рыбки у вас пускай займет на времени чуть побольше но не торопитесь со временем вы научитесь а когда попробуете вы поймете что это все работает и это того стоит потраченного времени дальше рыбу нужно присолить солим обычно мелкой солью сверху присыпали дружка обязательно тоже соли маленько добавляем я хочу поджарить их майонезе мне очень нравится караси майонезе и как это сделать я вам покажу очень просто все рыбу присолили пожамкали вотрите в эти ну прорези короче у нас называется шинковка ласках не так арбова не называется рыбы гостлявой это старый способ он рабочий соль и оставляем на 20 чтобы с нее сейчас вышло максимально много жидкости я пока поставлю варится рис на две начинки так друзья ну все рыбка посолилась видите сколько высшей жидкости для нас слить она нам не нужно и сейчас продолжим так все красиво подготовлены теперь их надо я хочу сделать майонезе можете сделать сметане можете вообще просто обморять обувлять муке и готовить это уже кому как нравится ну попробуйте майонезе это вкусно и вот пожамкали я с вами еще пока тут сделаем начинку они маленько подмаринуются и будет очень вкусно можно добавить сюда сметаны с минашами вариантов масса в чем обваливать их тоже масса вариантов я буду пшеничной муки но это на этом месте основания не просто нравится можно обвалять кукурузной муки можно обвалять фуманки привет можно вообще ничего не болит просто так брать и жарить так что красиво то вы часу не помоем будем делать начинку друзья в начинку у меня пойдет воздушные пузыри протыкаем в каждого карася засунем по пузырю обратно в брюшко здесь у меня немножко икры ну час осень икры в карасях совсем мало но это нормально также печень икра взбиваем все это вилкой оставляем сторону дальше нужно ну я хочу сделать так мне так просто нравится немножко репчатого луку это будет начинка для нашего карася будет очень вкусная штука так друзья мелко порезанный лук идет в начинку добавим сюда просто отварной рис ничего вареный рис вот настолько на такой объем будет достаточно и одно сырое яйцо солим это дело и добавляю еще полку черного перца все это дело размешиваем вот такая начинка для наших россия меня получилось это вкусно и яйцо все это дело свяжется но у вас не будет потом при жарке расползаться вытекать а так как мы еще сделали бортики при раздел все хорошо держаться вот такая вкуснятина получилось сейчас нагреваем сковороду начиняем карасей и будем жарить не переключайтесь уже скоро финал я вам покажу что получилось и будут и там косточки или нет так давайте начнем в россии берем карася в каждого карася помещаем обратно его воздушный пузырь берем ложку и ложкой на по наполняем брюшко обильно начинкой эти должен сборки начинка не будет вытекать надо вода насыпал участвовать вот так вот отлично все бортиком закрываем брюшко лишний начинку берем мы все и так делается всеми остальными караськами подняли закинули в него пузырь и ложкой добавляем начинку как друзья при жарке рыбы здесь тоже есть некоторые нюансы сейчас подобно расскажу я буду обваливать просто пшеничной муке буквально посмотрел одна девушка с одессы заявил карасей любую рыбу если обваливать непременно нам либо в кукурузе либо в другой муке ну пшеничная мука отлично подходит для понятности карасей и другой рыбы и ничего не сгорит просто надо делать это маленько правильно и со знанием дела до начала нагреваем скорую хорошо массу теперь берем карася обваливаем его как следует в муке и смотрите как положим такой стороной вот сейчас покажу вот видите где брюшка подвернуто вот этой стороной ложим вниз понедельно начинка у нас не учитает ковару собственно и требовало доказать первую сторону жарим до образования золотистой корочки на сильном огне крышкой ничего не накрывали на этом так и готовы они хрустящие на шкура не подошла и сухая сухая такая красота получилась я вам покажу добавляем опять газ на полный вот на этом масле очень вкусно если поджарите картошку на гарнир квашен карася картошку жарите мельсер на секретах нету но масло нет аромата на пропиталась и майонезе там жир с карасей с печень с печенью вытек очень вкусно подгарить и пригарить муки то что будет обалденное дополнение жареная картошка обалденное дополнение к вашим карасям на этом они будут все это просто жарите мне просто рекомендую попробуйте на этом масле и поражали рыбу поджарить картошку это будет очень вкусно ну что друзья смотрите что у меня получилось вот такие вот румяные аппетитные карасики картошка сейчас жарится но кино не по картошку а про карасей и как я обещал нужно быть без костей да сейчас я вам покажу кое-что одном один момент давайте возьмем доску сделочную положим на нее одного пациента где берем ложку и смотрите чтобы он было видно час максимально сделаю ну то что это очень вкусно и ароматный дом и так понятно сочно ведь на камера передаст запах ровко не передай ну я все ради искусства извиняюсь конечно руками разберу кусочки рыбы опа на а где кости хопа на те кости нету костей берем вкуснейший карать все друзья на начинку шикарно вкус вкус офигенный за счет того что мы правильно сделали в известной брюшки у нас потому перевернули его брюшка запечаталась ведь все закрыто давайте откроем знаешь указу подробно показываю ну чтоб не было уже скептиков там всяких на уронов мадагая начинка все это короче не друзья все на этом и заканчиваю видео всем кому не было интересно и надеюсь полезно это видео ставьте пальцы вверх нажимайте колокольчик подписывайтесь на канал ничего не пропустите обязательно покажу как готовить молочно-белую уху по-китайски из карася я покажу вам как готовят карася в остром соусе по-китайски еще очень очень обалденный рецепт приготовим скептикам сниму доказательства того что рыбу когда жарят в масле у нее косточки перегорают пожарим прям вот целую рыбу и на будут без костей ну кости обжарится их можно будет из целиком даже бешенков где будет короче интересный идей много рецептов много кто любит карак рыбу жареную вареную соленую сейчас доставу на балконе разморажется созданы там толстолобы сиди будем коптить это самое время мы также будем рыбачить часы за начинается попушки по первому дубу отлично рыбалки друзья любите рыбалку любите рыбу готовить ловить подписывать будет интересно все друзья на этом прощаюсь у кого какие-то вопросы оставить эти комментарии поздравить и матвери всем до встречи и всем пока но я пошел кушать картошку лично жарится сейчас пойду